Привет всем любителям музыки и песни! Меня зовут Ангелина, и я хочу поделиться с вами собственной наработкой вокальных занятий, которые помогли мне за очень короткое время достичь того желанного, прекрасного звучания, на котором я велась много-много лет и, можно сказать, безрезультатно. Собственная система занятий, я назвала ее «Осознанное речевое пение». Впоследствии я расскажу, почему это и как. И сейчас, конечно, попрошу вас немножко подождать, пока я введу вас в курс дела. Сегодня будет некоторый мини-семинар, где я постараюсь озвучить все волнующие вопросы, объяснить, как устроены связки, как достичь того или иного стиля в пении. Мы затронем и джаз, и оперу, и романтическое пение, и рок-н-ролл. Здесь я постараюсь как можно ярче и нагляднее показать основные секреты, как достичь того или иного звучания. Данная передача будет полезна не только тем, кто хочет научиться петь в домашних условиях, не ходить ни на какие классы и достичь хорошего звучания самостоятельно. Но еще, я думаю, мои находки смогут быть полезны тем, кто занимается профессионально и давно бьется со своим голосом и тяжело достигает результатов, которые бы хотелось бы иметь. Теряет голос по каким-то причинам, срывает его, плохо звучит и так далее и тому подобное. Недавно я была в караоке в воле случая и увидела, как много же людей хотят и не могут петь. И это меня потолкнуло на создание этой передачи. И надеюсь, что все, что я сегодня скажу, будет понятно, внятно. И вы, ориентируясь на мои подсказки и находки, сможете зазвучать так, чтобы вам было приятно. И главное, чтобы окружающим тоже. Эту передачу я записываю у себя в деревне, где нахожусь на зимних каникулах. Здесь много свободного времени, но мало хорошего места с хорошим освещением. Поэтому я сижу за кухонным столом, надо мной плетеная лампой, и на моё лицо падают периодически разные световые блики. Но, надеюсь, они вас не будут отвлекать. Той информацией, с которой я хочу с вами поделиться сегодня. Технику свою я назвала осознанное речевое пение. И вот почему. Основное заблуждение поющих людей в том, что мы мысленно, как бы в голове разделяем речевую и вокальную позицию. Чего наш голос вечно в каких-то сомнениях, нот мы не можем взять так, как мы хотим, а где-то они влохнут, где-то они застреют, выдаются не так легко, как бы нам хотелось. Сегодня я обозначу главный секрет хорошего вокального пения, основанный на древнейшей школе, итальянской Бальканто, в переводе, которая значит так же просто хорошее пение. Для начала я поделюсь с вами своей собственной историей. Я с детства всеми преподавателями по музыке считалась лишённой музыкального слуха, и небезосновательно. Фальшиво я страшно, и петь я совершенно не умела, и никогда не думала, что буду петь. Но судьбой так сложилось, что меня позвали в один юношеский коллектив, девичий коллектив, где мы записали несколько песен. Слава богу, на тот момент уже существовали разные музыкальные программы, которые вытягивают синий совершенства в голосе, и моё звучание было не столь ужасным, как было в реальности. Но на тот момент мне понравилось вообще само ощущение сцены, понравилось петь, как ни странно. То ли юношеские амбиции, то ли какое-то подспутное внутреннее чувство не дало мне сдаться в этом направлении, и я начала искать, как же мне научиться петь. У меня был прекрасный педагог, который поделился со мной многими большими секретами. Смысл, кое я смогла постичь только недавно, когда все, наконец, знания сложились, некоторые кубик-рубик, и теперь я исполняю разные свои любимые композиции, джазовые, и оперные, и эстрадные, и рок-н-рольные, и всё это даётся мне легко, и свободно, и радостно, и я хочу с вами поделиться, как же я к этому пришла. Ну вот, вот мы и подходим к самой основополагающей части. Итак, приступим к объяснению моей замечательной методики. Если вы ещё со мной, я очень рада, потому что мы приступаем к очень интересному моменту, к моменту обучения. Для первого занятия вам хорошо бы взять ту песню, которую вы спокойно воспроизводите. Объясню почему. Чем быстрее вы привыкнете воспроизводить её, говоря и красиво, и открыто жестикулируя своими речевыми всеми аппаратами, языком, губами, щеками, челюстью, тем быстрее и лучше вы зазвучите. Потому что первый основной момент – это то, откуда вы выводите звук. Второй момент – это слух. Мы к нему коснёмся тоже. В общем, возьмите простую песню, которую вам легко произносить. Почему я сказала произносить, а не пропевать? Потому что это основной секрет хорошего звучания. Вы должны наладить контакт с собой в плане того, чтобы вы должны понимать, где же у вас рождается звук, где же он у вас рождается во время певучего разговора. Потому как природные наши функции разговора для нас естественны. Мы спокойно слышим речь и воспроизводим её. Я вообще считаю, что люди, те, которые могут хорошо слышать, ну, в плане расслышать собеседника нормально, что он сказал, и в каких тонах, в какой тонах, если ты со мной разговариваешь, и ответить, я считаю, что эти люди могут петь. Под песней мы, конечно, подразумеваем не только репертуар мировых прекрасных произведений, но и хорошую шансоновскую песню, руссконародную песню, любую песню, которую вам хотелось бы исполнить, которая ложится вам на душу. Для начала обучения вооружитесь самым главным правилом, который звучит так. Поначалу вы будете звучать отвратительно, потому что пока вы наладите связь, и пока вы разогреете свой речевой аппарат, и пока вы поймёте, как оттуда воспроизводятся звуки, звуки будут открытые, некрасивые, ничем не завуалированные. Не обращайте на это никакого внимания, потому что это не важно. Важно настроиться с собой и понять, где же, где же вы, в конце концов, говорите. Потому что чем быстрее вы поймёте эту функцию, тем быстрее вы хорошо зазвучите. Это первый момент. Значит, сразу поставьте галочку, пока пою отвратительно. Второй момент, и самый тоже очень важный. Перестаньте себя оценивать. Ну, то есть в плане, конечно, я уже попросила вас себя оценить отвратительно, в плане расслабьтесь. Расслабьтесь, не ставьте себе никаких оценок, никаких планок, никаких каких-то там высоко грядущих пьедесталов. Не ставьте этого, пожалуйста. Даже если у вас где-то есть мечта стать мировым тевцом, сожгите её. Это не важно. Важно то, что вы будете воспроизводить для людей. И если вам суждено в этом воспроизведении стать знаменитым, вы им станете. Но самое важное, оттолкнитесь от основного нас двигающего во Вселенной, великого чувства, дарения. Дарения нашего желания поделиться чем-то стоящим, прекрасным и лёгким, выходящим из вашей души в виде песни. Вот видите, как я загнула. Поэтому, пожалуйста, и себя никак не оценивайте. Дайте себе возможность учиться, дайте вашему голосу идти, падать, ошибаться и фальшивить. Сегодня на примере песни, которую я взяла для занятия, я взяла песню Полины Гагариной, называется она «Голыбельная». Сегодня на примере этой песни я буду показывать, как будет формироваться ваш голос. Я сначала буду звучать ужасно, потом всё лучше, лучше, лучше. И в конце, благодаря одному большому секрету, который я раскрою чуть-чуть попозже, я зазвучу хорошо. Дальше отсудить вам. Я ни в коем случае не образец для подражания. Я лишь человек, который хочет с вами поделиться теми секретами, которые помогли мне хорошо звучать. И, конечно, я желаю, что вы после этого звучали лучше, чище и свежее, чем я, и дарили вашу радость окружающим. Если вы берёте песню на русском языке, это немного проще, потому что вы знаете язык. Но, тем не менее, пока, даже если вы знаете эту композицию, даже если она у вас есть в виде текста, скачанного из интернета, возьмите, не поленитесь ручку и бумажечку, заведите себе, вообще хорошо бы, блокнот. И в этом блокноте за исполнителем запишите слово в слово каждую букву. Причём пишите обстоятельно, не коверкая никакую букву, а поставьте её прямо, можно писать прописными же, может быть, лучше даже написать прописными буквами, чтобы ваш мозг каждую букву обсмаковал, понял её. И вы ещё ручкой своей поставите на каждый звук, на каждую гласную, согласную, ну, не на каждую, а там, где делает исполнитель те или иные украшения, вы пока поставите свои значки. Как выглядят значки? Я могу показать. У меня пока не записана песня Полина Гагарина. У меня записана, например, вот эта песня Ella Fitzgerald Every time we say goodbye. Вот, сейчас покажу вам. Вот, видите, текст. И в тексте у меня поставлены мои собственные отметки. Вот это вот я поставила себе, то, что она начинает с этой, протяжно с этой звукой Е. Здесь тоже она вытягивает. Отсюда она как бы скатывается вниз. Вот это для меня обозначение вибрации в конце фразы. И так далее. В общем, я вас немножко, наверное, затараторила, но продолжим дальше. Заведите себе такую азбуку обозначения, чтобы было понятно, что делает с песней ваш любимый исполнитель. И запишите за ним очень внимательно, ничего сверху записи не записывая. Даже если вы уже давно работаете этой песней, позвольте себе раз в десять послушать эту песню без вашего вмешательства. Так текст запомнится лучше, мозг так рассортирует каждый звук чище, и вы лучше будете воспроизводить его наружу. Вот. Насчёт слуха давайте сразу скажем следующее. Прирождённый музыкальный слух – это качество, которое есть при рождении не очень многих людей. Но его также можно развить самостоятельными занятиями. По мне музыкальный слух похож на определённый проигрыватель. В вашу голову поступает звук, вы его обрабатываете, записываете на плёнку, и потом он у вас звучит так же, чисто и так же громко, как вошёл, и вы можете его так же воспроизвести. Так вот, люди отсутствующим музыкальным слухом слышат воспроизведение очень плохо, глухо, плёнка заезжена, где-то что-то шуршит, не все звуки слышатся хорошо, либо не настроен. Вот этот вот коридорчик, по которому вы можете от себя, как личности, дойти до той папочки, где только что записался файл, и спокойно нажать на play и его прослушать. Та методика, которой я сегодня с вами поделюсь, поможет вам наладить контакт хотя бы с теми композициями, которые вы захотите исполнить. Наконец-то переходим к самому интересному, непосредственно демонстрации моей методики. Я для наглядности, для демонстрации взяла песню Полины Гагариной. Почему упал именно на эту песню мой выбор? А, она мне подходит. Итак, как же понять, подходит ли вам песня или нет? Это если вы, когда вы поёте за исполнителем, не издаёте петушиного карканья на высоких нотах и не падаете в глухую, низкую, неслышную яму на низких, значит, вы способны исполнить эту песню впоследствии. У меня с Полиной Гагариной с этой песней всё в порядке, я её взяла для наглядного изучения. Во-вторых, по этой своей методике я ещё ни разу не работала с этой песней, и поэтому мне самой очень интересно, как особо вкусные, я так называю, места у меня удастся благодаря тому, что я буду вам показывать. Ещё немаловажно в этой песне то, что там есть разные переходы, где можно подняться вверх, опуститься вниз, там есть тихие элементы, где она говорит шёпотом, где выходит на высокие произношения, где она обогащает разными мелизмами. Мелизма – это музыкальное слово, обозначающее распевы. На всех этих местах я смогу более подробно описать мою методику. И следующий момент, почему я выбрала эту песню, потому что она на русском, мало ли, кто не знает иностранного языка, я решила всё упростить до максимума. И сейчас, можно сказать, онлайн я буду вам показывать, как работает моя методика. Данную методику вы можете использовать самостоятельно, не ходить ни на какие занятия, если вы себе не прочь, баснословные какие-то карьеры певцов и певиц. Потому что, если вы хотите заниматься этим профессионально, конечно, музыкальная школа или музыкальные классы, посещения дадут вам дополнительную опору в знаниях. Но всё, что мы должны на самом деле сделать, это уметь настроить свой музыкальный аппарат под названием «Слух и голос». Когда мы настраиваем вот этот вход и когда мы настраиваем этот выход, мы способны хорошо звучать. Первое занятие посвящено исключительно изучению этой мелодии. Постарайтесь, чтобы в момент изучения этой песни вас ничего не отвлекало. Ни какие-то заботы, ни какие-то телефонные звонки, ни телевизоры, ни какие-то звуки. Если вы занимаетесь в смежной с кем-то комнате, поставьте себе наушники в уши, чтобы внешний мир вас не отвлекал. Чем чище вы запишите на плёнку звук, тем лучше. Следующий очень важный момент – это ручка и блокнот. На момент, когда вы пользуетесь ручкой, мозг иначе реагирует на информацию. Включается визуализация. Эта визуализация записывает вам на эту магнитную плёнку ещё дополнительные крючки и значки, и отталкиваясь от которых вы будете лучше звучать. Поэтому это очень важный элемент, с которого нужно начать. Как мы работаем с песней? Я взяла Полину Гагарину, но я сейчас в деревне уже говорила, интернет здесь работает плохо, поэтому я вот как смогла записать композицию на диктофон, так она у меня будет звучать. Она будет звучать у меня глухо, но это не важно. Самое важное – просто показать, как всё это работает. Итак, я скачала эту песню, вставлю. И теперь за ней я записываю. Стоп! Я пишу прямо слово в слово, если я не успеваю. Вот она сказала, загляни, ты в сердечко мне. Вот она сказала эту фразу, я за ней записываю. Я не повторяю, я сейчас повторила, это неправильно, я не повторяю, но я записываю. Если я не успела даже на слово сердечко, я останавливаюсь, заново ставлю её и заново записываю. Вот, я успела записать эту фразу. Сначала я пишу очень аккуратно, как я уже говорила, выделяя каждую букву. Старайтесь писать лучше даже прописными буквами, потому что потом сквозь них и тонко, и изящно, чтобы вы внутри них смогли поставить свои иероглифы, смогли поставить свои иероглифы, о которых я вам говорила. Для чего же это делается? Это делается для того, чтобы мы любые разделения во фразе так же себе ещё записали, потому что, когда мы будем тысячу раз следить, когда мы будем тысячу раз следить за этим текстом, мы однажды воспроизведём всё это точно так же, как поёт автор. Да, я записала весь куплет, сначала просто записала слова, а потом прослушиваю ещё раз его за исполнителем, ещё раз за исполнителем, с самого начала, и теперь поверх уже текста я ставлю свои иероглифы, свои напоминания, что же она делает у нас в песне. Так вот, я уже поставила. Теперь, как видно, вот в первой части вот загляни, и вот она, эту и она тянет, и я, соответственно, её записала отдельно, чтобы я потом понимала, пробегаясь в тексте, что она делает. Вот эта вот штучка у меня обозначает вибрацию. Вот где, видите, я более жирно написала N-букву, это я для себя акцентировала, что она здесь нажимает на звук. Здесь вот где О, я ещё А написала, потому что она там поёт не уходи, а уходи, открытый звук, поэтому я тут так же добавила. Вот попроси я вот вытянула, да, и вот где попроси, и потом она и тянет, вибрирует, и подходит Q нераздельная, и дальше уходит. Ну, в общем, эти карякули помогают мне лучше запомнить текст. Поэтому чем лучше вы для себя его обозначите, все эти элементы, тем проще вам будет воспользоваться этим банком данных и воспроизводить композицию. Теперь дальше. Как мне начать работать с этой песней? Вот, скажем, я уже записала её всю, потому что сейчас, пока она у меня записана для демонстрации, лишь как куплет и припев, но у неё есть ещё один куплет, и следующий припев, и распевы. Если бы я её учила, я бы записала целиком. Вот, то есть надо песню записать от начала и до конца, и вот как раз это ваше первое занятие. Это скрупулёзная, подробная работа в тишине исключительно с одной композицией, пока вы её чисто не запишите. Если в них мало разных распевов, то, конечно, вам будет быстрее это сделать. Если много, она сложная, интересная, многогранная, вы её прослушайте как можно больше, минимум 10 раз. Но у вас получится 150, пока вы запишите точно, за всеми вариациями, возможностями. Если вы пишете на английском языке или на каком-то другом иностранном языке песню, если вы язык этот не знаете, я поначалу рекомендую вам писать, как вы его понимаете. Все звуки просто на русском. У меня, к примеру, такой песни есть. Например, я писала песню, которая поётся на итальянском с единственным английским, с предложением time to say goodbye, а всё остальное у меня там на... а всё остальное там поётся на испанском, на итальянском, и, соответственно, вот видите, вот так выглядит мой текст для изучения. Писала его по-русски. По-русски сделала себе всякие разные вот эти вот свои понятные мне иероглифы, вот, что помогает мне быстро ориентироваться в тексте и петь за исполнителем. Дальше, следующая работа с иностранной песней, которую вы не знаете языка, вы скачиваете с интернета текст и ещё раз за певцом пишите аккуратненько, уже правильными буквами. Так вы и учите язык, и учите произношение, и учите эту песню намного лучше. Но в этот момент, как вы записываете за исполнителем, как я уже сказала, вы не поёте сверху, ничего не стараетесь не напоминать, не напевать, чтобы как можно чище, без лишнего мусора, записалась композиция на музыкальный аппарат. Вот, это первое занятие. Второе занятие вы начинаете с разминки. Вторая важная часть в данном обучении это, конечно же, разминка. Так вот, размять себя позволит разные не очень эстетично выглядящие упражнения. Упражнение, конечно же, нужно разминать свой рот. Как же без него? Разминаете язык. Язык нужно не жалеть, вытащить его вперёд, накусать его, каждый его миллиметр, до самого корешка. Я сейчас не буду высовывать до корешка, я просто покажу частично. Мой величественный язык. Значит, делается так. Засовывается обратно. В общем, каждую микрочастицу это очень и полезно, и хорошо. Потом накусываются его боковины. Потом, если вы умеете, переворачивайте его с одной стороны, с другой, в общем, всячески его там вертите, не жалея кусайте, ну, конечно, не до крови, так, чтобы он был мягкий, размятый, упругий в то же время. В общем, самый певучий и могучий наш русский язык. Вот, его, значит, наминайте со всех сторон. Потом, когда вы его размяли, вы приходите к щекам, которые также очень хорошо помогают при звучании, резонируют, и одна связанная мышца с губами, губы здесь один из самых главных палочек-выручалочек наших во время хорошего звучания, поэтому все это нужно размять, не жалея. Язык наш ходит туда-сюда, вправо-лево, по кругу в одну сторону, в другую, разминая губы, зубы, ну, в общем, все, что только можно размять. Право-лево, потом вперед-назад, ну, до конца, в общем, старайтесь прямо выпихивать язык, так, чтобы у вас прям чувствовалось, как гортань, наши связки, которые выполняют максимальную работу во время пения, они также разогреваются за счет того, что вы вытаскиваете язык как можно дальше вперед. Потолкайте язык в небо, в верхнее, чтобы все мышцы тоже разогрелись. потом разомнем губы в одну сторону и в другую, потом губы сами трубочкой в одну и в другую сторону, потом вперед-назад. Улыбайтесь, это всех умиляет, в общем, займитесь всей ротовой полостью по всем возможным и невозможным, во всех возможных и невозможных движениях. Вы видите, я даже сейчас сделала всего лишь парочку движений, и уже мой звук стал чище и звук. Поэтому это важная часть, которую нельзя пропускать, ее надо любить, знать и уметь. Вот. Размяли вы всю свою челюсть, размяли вы весь свой аппарат. Значит, теперь, что касаемо связок и правильности произношения ноты и звука, это все будет развиваться со временем. Слух, это не только еще возможность настроить этот вот коридорчик между звучанием и вами, это еще уметь доверять себе, потому что уметь себя услышать, это очень тонкая вещь, очень психологическая, между прочим. Потому что, когда вы поете, вы подспудно чувствуете в себе различные мыслишки. Там вам говорят, вы не сможете, вы не сумеете, у вас не получится, это слишком высоко, это слишком низко, вот вам на ухо медведь наступил. В общем, все, куча вот этого всего мусора, который есть в голове, отвлекает вас от нужного процесса, а именно услышать. Что же там у вас там звучит, какая же композиция, как правильно ее воспроизвести. Вот это постоянное, десятиразовое расслушивание вашей песни, которую вы взяли для занятия, позволит вам прикоснуться к этому вот ощущению чистоты звучания в домашних условиях, даже если у вас нет музыкального инструмента. А сейчас приступаем к следующей части разминок. Мы еще разомнем губы. Губы мы разомнем в звучной манере, это в машинке поиграем. Вот, значит, наша машинка поехала вверх и вниз. И здесь вы просто позвените, позвучите от самой верхней ноты до самой нижней. Вот. После опражнения этого машинки все, конечно же, будет чесаться. Чешите на здоровье, потому что это, конечно, тоже помогает разогреваться. И чем горячее, чем будет вот-вот-вот-вот везде-везде после упражнения останется, тем лучше вы будете звучать. Так вот. Следующая часть занятий это скороговорки. Скороговорки. Какую взять? Я взяла на сегодня от топа-то копыт по поле летит. Возьмите звучную скороговорку, которая хорошо отскакивает у вас от зубов. И если у вас какие-то проблемы с дикцией, где шла Саша по шоссе и сосала сушку, возьмите ее тоже, разминайте и вытягивайте звуки. Именно вкусные, правильно произнесенные, согласные, облюбованные, обсмакованные с каждой стороны являются второй палочковой ручалочкой в хорошем звучании. Прислушайтесь к моим любимым исполнителям. У них эти согласные отскакивают от зубов, их приятно слушать, и каждая фраза она понятна, и это хорошо, и это нам нравится, и этому мы хотим подражать. Поэтому скороговорка. От топа-то копыт по поле летит. Для начала я просто говорю от топа-то копыт пыль по поле летит. 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 А теперь я начинаю эту скороговорку проговаривать, акцентирую внимание на согласных. От топа-то копыт пыль по поле летит. 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 Теперь я прямо дыханием дыхание направляю во время этой скороговорки, направляю его вперед. От топа-то копыт пыль пополю летит, от топа-то копыт пыль пополю летит с напором, от топа-то копыт пыль пополю летит. А теперь я начинаю подниматься и опускаться вверх и вниз по своему регистру. Что такое регистра? Это те ноты, которые вы можете взять от самой нижней до самой верхней. Делайте это все наугад. Если у вас нет музыкального инструмента, если у вас музыкальный инструмент имеется, тогда нажимайте на одну нотку, например, начните с до какой-нибудь понятной вам октавы, и там начните. От топа-то копыт пыль пополю летит, 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 и так далее и вы идете вверх идете вниз в этих проговариваниях очень хорошо помогает эмоциональная подоплека ассоциация что вы с кем-то говорите и кому-то что-то доказывать если вы выходите на верхние ноты потому что очень важно здесь переключиться от ощущения что вы поете что-то высоко или говоришь что-то высоко с направлением мысли на посыл конкретно например на представление разговора а вот и вы выходите в самый свой низкий регистр и в этом низком регистре вам нужно прозвучать несколько раз поиграя в какую-нибудь пугалку какого-нибудь соседского мальчика меня конечно никого не пугайте но тем не менее вот это скажите громко от топота копыт пыль по полю а топота копыт пыль по полю летит и вверх опять пойдите и с этим топотом про копыт все этих полетит это все проговорите и уже начнете звучать еще сто крат лучше чем начинали чем когда размяли все свои песенные организмы вторая часть соответственно заключается в проговаривании скороговорки вверх вниз самое главное говорите говорите еще раз говорите третья часть этого занятия заключается в том что вы говорите растягивая слова эту же скороговорку от топота копыт пыль по полю летит вам не нужно петь вам нужно услышать где рождаются ваши звуки и когда вы делаете это упражнение когда вы включаете ассоциативную подоплеку с разговора с кем-то и вы спорите говорить конечно топота копыт пыль по полю летит и вот это вот и вы его немножко протягиваете и здесь можете подразвивать такое вот слово вибрато как его развивать от топота копыт пыль по полю летит и вот такое движение она позволяет развить это то ощущение и и летит Потом вы ускоряете это и, соответственно, звучите немножко уже иначе. В общем, главное, чтобы ваши соседи не скопытились от таких занятий, поэтому, конечно, хорошо, когда вы можете побыть одни или позаниматься в одиночестве. Но, в общем, идея понятна, да, как вы занимаетесь в первой части этой методики. Дальше, следующая неотъемная часть этого образования, которая основывается на хорошей дикции и на разогретом речевом аппарате, конечно же, свободная челюсть, которая дополнительный помощник. Какими бы вокальными данными вы не обладали, но если вы поёте зажимы, мазя, челюсть, если вы не работаете губами, если вы голосуете, то как бы звучны и как бы интересны вы не были, во время песни вы будете ужасны, и виновник не будет только, если вы не умеющий пользоваться своим музыкальным инструментом. Ибо наши связки – это потрясающий, божественный музыкальный инструмент, который мы можем и должны настраивать, потому как… Почему же мы так все любим петь? Я считаю, что это одна из наших необходимых нашей душе тел функций, умение воспроизвести через звук наши душевные вибрации, прозвонить этим звуком себя, ведь когда мы поём, мы же звучим всем этим своим организмом на определённых нотах, и чем чище мы звучим, тем лучше нам потом от этого. Ну так ведь ещё потрясающая вещь этого нашего музыкального инструмента в том, что благодаря ему мы же можем передать не только слова, что здесь слова? Слова – это ключики к тому, чтобы передать наш душевный настрой, и этот душевный настрой – это великая вещь, потому что когда мы поём осознанно, когда мы осознанно включаем посыл в наше произведение, мы можем поверить настоящие чудеса, где слово будет лечить, звук будет лечить, ну или хотя бы создавать прекрасную душевную обстановку, что ещё нужно? Поэтому приступим к следующей части. Следующая часть – раскрытая челюсть. Здесь нужно приучить себя, особенно вот когда вы в конце уже начинаете вот эти оговорки, отопится копыт, пыль по пылю летит, постарайтесь, чтобы это всё было очень открыто и звучно. Посмотрите, даже сейчас, разговаривая с такой челюстью, мой звук вылетает намного певучее, и уже сейчас мы переходим к следующей части. А сегодня можно как-то не перейти. Слишком много всяких разных маленьких подводных камней, которые стоит обсудить, и стоит понять их для того, чтобы лучше звучать. Никто не может вас научить петь. Могут передать только навыки нахождения звука во рту. Так вот, если представить вот этот рот, вот когда мы говорим, наш звук максимально сосредоточен вот в этом начале, вот в этом месте. Пи-пи-пи-пи-пи, вот это всё, вот это вот наши губы, вот здесь он сосредоточен. Это всё резонатор ротовой, вот, как такой холл такой, да, вот, как комната. Ну вот. Чем больше эта комната и свободнее, тем, соответственно, звуку, вырывающемуся из нашей гортани, ему проще пройтись и, соответственно, соединиться ещё и с горловым резонатором, такой, ой, с головным резонатором, с резонатором такой тоже есть, и грудной резонатор там тоже есть. Вот это вот, чем лучше открывается рот, тем звучнее, красивее мы звучим. Вот. Почему очень важно сначала говорить за песней, а мы переходим как раз к следующей части, где будем работать с песней, вот, потому что, когда мы говорим, вот здесь вы очень себе понадобитесь, вы понадобитесь себе как помощник, как наблюдатель и как оцениватель, вы личный, но не оцениватель вашего таланта, а такой кетчер-ловитель такой вот, где вы производите звук. Итак, вы размялись, и теперь непосредственная работа самой мелодии, мелодии песни. Как мы это делаем? Мы теперь осторожно включаем как можно громче исполнителя, и за ним очень хорошо помогает работа с одним ухом. Вы затыкаете либо правое, либо левое ухо, подносите исполнителя к другому свободному уху, так, чтобы вы себя слышали и исполнителя, и вы за ним по тексту проговариваете сперва эту песню. Вот она звучит. Загляни, ты в сердечко мне, и скажи, уходи зиме, о-о-о-не, о-о-о-не. Как я уже сказала, поначалу это будет звучать некрасиво, незвучно. Вы просто проговариваете слова, вы должны привыкнуть их говорить, не съедая ни одного единственного звука. Считаем, первый раз вы проговорили. Второй раз вы говорите то же самое, с таким декламирующим тоном. Очень громко пионер идет вперед, и рассказывает про то, как ветер воет. Никаких пока никакого романтизма, только исключительно привычка ощущать звук в речевой позиции. Ветер воет, отыгрей меня, небо стонет, а у нас весна. О-о-о-о, о-о-о-о, ну вот, да, поначалу, где о-о-о, вот эти вот цераспелы, я советовала бы им вообще их пока не трогать, взять только пока текст. Вы его проговорили второй раз, открывая челюсть и громко декламируя. На следующий раз вы теперь вот фраза пошла, дальше начинается очень интересная работа. Вторая часть. Вот она поет. Загляни. Но теперь я пытаюсь в тональности попасть, сказать. Загляни, загляни, загляни. Я себя все время проверяю, на речевой ли я позиции или нет. Что же это такое речевая позиция? Это такая позиция, в которой вам удобно. Когда вы, не напрягаясь, не думаете о том, что вы поете, вот когда я разговариваю, я могу говорить, как можно высоко и как можно низко. Я даже не думаю, что я как-то себя напрягаю. А когда мы поем, мы почему-то об этом задумываемся, потому что мы поем не там, где говорим. Если мы переходим в речевую позицию, мы переходим в природную позицию, где звук происходит легко и открытый. И все, что вам там нужно добавить, это уже правильное расслышивание композиции изнутри и отчетливое, широкое свободное произношение в тональности. Итак, я ищу это «загляни». Не надо найти эту фразу. Я говорю «загляни», а потом начинаю петь «загляни, загляни». Я ищу вот, чтобы вот прямо оттолкнуться от «загляни», от этого ощущения. «Загляни, загляни». И вот я уже вижу, где он звук. «Загляни, загляни, загляни». Ты в сердечко мне скажи «уходи». Еще раз повторяю. «Уходи, уходи, зиме». Пока ничем не украшая, я начинаю пробовать пропевать в речевой, в речевом, вот этом вот, на речевой позиции. Ставлю еще раз исполнителя и иду за ним. «Быв сердечко мне и скажи, уходи, зимень, о-о-о-о-о-о-не, о-о-о-о-не». «Ветер воет, а ты где меня, небо стонет, а у нас весна, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот. Мне очень красивый этот момент, где она говорит «попроси». «Попроси» Какая она там нежная! И вот здесь очень хорошо помогает визуализация. Тут такой как будто характер вот этот женский, вот этот Алёнушка из Морозка, и она этому Морозка говорит. Попроси, 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 попроси у облаков, попроси у облаков. И ищите попросить, попросить, попроси у облаков. Я уже начинаю находить эту речевую позицию, где мне удобно это сказать, высоко и распевая. Вот задача, самая сложная задача между вами и вами, это наладить этот мостик. Мостик, в котором вы сможете слышать, где вы говорите, и оттуда начать вытягивать певучие звуки. Ещё раз, вы снова и снова возвращаетесь в начало и заново повторяете за ним, прямо вслушиваясь каждый звук. Теперь на какой-то раз, 20-30, вы пробуете разные распевы. Если вам какие-то моменты особо сложно даются, запишите их на дикнофон и периодически прослушиваете, повторяете. Теперь уже повторять можно на этом этапе. Каждый раз ещё лучше и чётче обозначивайте себе звуки и всегда следите по тексту, что производит музыкальный исполнитель. Каждый раз и каждый новый раз у вас будет получаться всё лучше и чище, композиция будет всё укладываться на новую, 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 чистую ступеньку. И не бойтесь пока ошибаться. Чтобы видеть свои результаты, записывайте себя на первом занятии, потом на пятом занятии, потом на десятом занятии. Вы будете видеть, как у вас развивается звук и слух. Вы увидите, как вы делаете успехи или где-то ещё пока не дотягиваете. Не судите себя строго, дайте себе время. Это самый большой подарок, который вы можете себе подарить. И верьте в то, что у вас всё получится. А когда вы почувствуете, что вы более-менее ориентируетесь уже в нотах, вы более-менее повторяете уже за исполнителем, вы можете переходить к следующей очень интересной части. А, ну и, конечно, что вы уже начали певуче в тональности, чистенько или нечистенько, но уже опираясь и уже понимая то, о чём я вам говорю, когда вы говорите, загляни, 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 И ты в сердечко мне и скажи, уходи зиме. Ветер, ветер, ветер воет, я ищу, ветер, ветер воет, А отыгрей меня, небо стонет, 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 А у нас весна. Вот эти вот Чем ближе вы к речевой позиции, тем чище, лучше и красивее вы звучите, вам проще произносить эти фразы, а значит, в эти фразы вы можете уже включать обогащение, украшение, распевы и вибрации. Если я уже могу примерно, вспоминая в разговорной ванере, что-то подобное отобразить, я приступаю к следующей части, моей самой любимой, которую я назвала подражанием. Подражание – великая история. Подражание – это когда вы берёте манеру исполнения разговора этого исполнителя. Вот я вслушиваюсь Полину. Какая она здесь тоненькая, она здесь прямо как колокольчик. Вот. И она так разговаривает. Загляни, загляни, загляни ты в сердечко мне и скажи, уходи зимей. Ветер воет, и вот она романтическая такая натура, вот она такая красивая, возвышенная, вот такое звучание, где все мои согласные, гласные слышны. Не бояться, не бояться поиграть немножко здесь, на этом этапе, в Полину Гагарину, спокойную, знающую ноты, уравновешенную, такую вот уже умеющую, как в детстве. Здесь вот такой хороший момент, там чуть-чуть раскрыться и забыть, что вы взрослый, что вы какой-то серьёзный, и вообще не умеющий дурачить человек, и расслабиться. Ведь ещё большой, очень большой вредитель голосу наше собственное стеснение. Стеснение, оно же, и ещё и физическое стеснение, вот оно уже всё и в плечах, уже там, вы когда поёте, тужитесь эти, тужите эти ноты, пока вы говорите, пока вы там и все думаете, что вы какой-то не такой, не секольный, вот такой вот. Вместо, это всё нас отделяет от игры, от игры возможности присовокупить все наши знания, уже все буквы, ведь мозг уже всё запомнил, и теперь надо себе довериться, довериться своему мозгу, довериться своим знаниям, и чуть-чуть попробовать. Если вы только начинаете петь, пока все вот эти о-о-о-е, не трогайте, хотя их тоже можно немножко проспевать, вот, я её слушаю, и я ей подражаю. От игры меня, небо стонет, такая вот высокая позиция, и в ней сначала надо поговорить, чтобы понять, где вы там звучите. Загляни, ты в сердечко мне и скажи... Шаг открывать, вот. Уходи, земле, о-о-о-о-о-о-е, Толкать весь звук вперёд. Ветер воет, что-то такое загадочное. А от игрей меня, небо стонет, а у нас весна, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Немножко по-другому там появится, но не важно Вот Как вы видите, уже голос Начинает жить Это подражание играет нам на руку Потому что Почему важно подражать? Некоторые могут сказать Ой, я такой замечательный певец Буду я там подражать кому-то Я тоже так думала И думала о своем вокале как о самом лучшем И мне надо было искать свое Какое-то звучание Но это Это по моему мнению ошибочная История Подражать обязательно нужно Ибо таким образом Мы подхватываем Опыт Предыдущего поколения Ведь на всем этом строится эволюция Эволюция и человечества Эволюция искусства Песни Кино и всего такого Мы берем уже Сделанное Перерабатываем в себе И благодаря этому Начинаем звучать так Как мы хотели бы Потому что это все у нас Укладывается по полочкам В голове Где-то там в голове Нашей прекрасной Могучей Непознанной Нашей силе Все это укладывается И через какое-то время Мы можем этим пользоваться Как банком данных Гомантическое Тихое пение Одно из самых сложных Потому что в этот момент Связки, как ни странно Напрягаются в два раза Сильнее, чем при гробниках Произношения Что касается дыхания Здесь, в этой части Подражания Используйте дыхание Почти на каждую фразу Толкая последние звуки Растягивая их Для того, чтобы понять Опять-таки Что как Услышать Как у вас вот эти всегласные Выходят из вашего рта Эта песня Я конкретно не работаю Поэтому какие-то Мелизмы Это такое слово Музыкальное Распев разные Я повторяю Не так четко Но сейчас это не важно Вот Но теперь Вот это подражание Даст мне возможность Исполнить эту композицию Чище, звучнее И интереснее Загляни Ты в сердечко мне И скажи Уходи Ветер воет От игре меня Небо стонет А у нас Весна Попроси У облаков Подарить нам белых снов Ночь плывет И мы за ней Мир таинственных Огней И ней О-о-о-о-о О-о-о-о-э К примеру К примеру К примеру К примеру Полина Гагарина Это только начало 486 Для песни И, соответственно, Все дальше И все лучше Вы ее распеваете И все больше И лучше пародируйте и то что касается а вот этого перенимания стиль разговора касается и всех остальных произведений что касается оперного пения те кто захочет развить в себе этот голос здесь все то же самое как мы сейчас с вами проговорили сначала проговариваете сначала вы разминаете рот потом проговариваете также эту скороговорку но когда вы ее говорите выговорить ее в передразненной такой немного оперной манере и расшириться грудной клетки вообще развернуть все свои меха и немного увеличить подачу голоса так сказать представить как будто бы вы оперный певец больших масштабов говорите спасибо здравствуйте очень приятно что вы пришли ко мне сегодня нужно немного а утрировано даже и когда вы занимаетесь вы говорите а топ это копыт пыль пополитит а топ это копыт и смотрите а челюсть у меня опущена и я стараюсь расширять ее раскрывать потому что чем больше мой рот в произношении гласных здесь тем лучше а топ это копыт пыль пополитит а топ это но не забываю про то что я здесь уважаю также все звуки и уважаю и все согласные и гласные поэтому летит и От опыта копыт, пыль по полю летит, и нижние ноты можно даже просто пропеть. От опыта копыт. Основываясь на волшебных согласных, вытолкайте, выталкивайте через губы и зубы, как бы чувствуя их во рту, выталкивайте звук вперед. Пыль по полю летит. Экспериментируйте со звуком, пойте, что вам взбредет в голову. Представьте, что вы оперный певец, выступаете, поете хоть аэрию, просто протопоток копыт, который по полю летит. Не повторяйте за певцом, который вам нравится. Конечно, старайтесь, если вы пока не обладаете какими-то красивыми высокими нотами, потому что это высокую ноту, как ее распеть в оперной манере. Например, у тебя копыт, можно примерно представить, насколько высоко вы можете залезать, проговаривая. А кто вы не думаете, твою папу лечить? Вот они, высокие ноты. И очень важно поймать, где она там находится, чтобы... Потому что есть такая особенность у высоких нот. Если вы при произношении фразы залезаете в гортань, а звук у вас начинает уходить, 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 вы будете прям чувствовать, что вы поете фактически на зажатом горле, то высокой ноте некуда деться, она там оборвет вам связки, потому что ей, во-первых, надо открыться, а во-вторых, быть прямо произнесенной от самых губ. Раз, так вот, когда я беру высокую ноту, я отталкиваюсь от предыдущей согласной, стараюсь не думать о том, что я лезу высоко, а как будто я продолжаю разговаривать. То есть, чем лучше вы произнесете фразы, чем более вы абстрагированы будете от пения, и чем лучше вы будете произносить в речевой манере, тем лучше у вас выйдут высокие ноты, сложные ноты, но только, конечно, не забывайте, что высоким нотам нужно место. Поэтому вот в оперном пении, чем шире у вас раскрыта гортань, чем расслабленнее ваша челюсть, чем звонче и чётче вы произносите фразы, когда вы займёте то положение во рту, которое занимает ваш исполнитель. Например, исполнители оперные, они говорят так, и если я хочу спеть оперу, у меня есть мое любимое произведение, одно из моих любимых произведений, у мио-бамбина кара. Я его произношу именно в этой манере пародии. Я слышу, я поймала вокальную позицию, свою этот пьедестал, и я её вот так вот беру и слушаю её на посыл. Вот как у неё открытая, красивая О. Всё, я её поймала. И теперь я озвучу сама. О, мё, бамбина караа, не пьячё бы лавиму, вон даре порта роса, ух, сколько там дыхания! Ну, так вот, здесь вот, в оперном пене, какая изюминка есть, какая волшебная подоплёка есть в этом пене, в том, что... Если вы на этой низкой позиции толкаете звук вперёд, как бы высоко вы не лезли, то... то... Высоким нотам есть куда открыться. Если же вы думаете, что вам-то где-то надо их где-то искать, и не дай бог ещё фразу говорите не тут, а где-то здесь, то высокая нота просто на связку лезет и обрывает вам звучание. Ей необходим полёт в горле и свобода. Поэтому, когда я залезаю на какую-нибудь высокую ноту, вот если моя тоже любимая, одна из любимых произведений, например, Нелла фантазия, вот есть такая вот тут песня, и там красивейший припев, Кэ волано, вот эта фраза, вот там очень удобная буковка В, и чтобы мне к ней подобраться, я говорю как можно отчётливее, отчётливее каждую фразу. Лету тебе в яну, и на почину не ста, я поёт там тихо, я поёт там тихо, я пока ещё такой вот возможностью сейчас вот это тихо воспроизвести не могу, потому что мне неудобно, видите, я уже тут вся извелась на стуле, потому что всё-таки здесь нужно встать и подготовиться, искать дыхание, так с кондачка, так взять вам эту, сейчас вот это всё вот раскрыть, это конечно ещё не мой конёк, но я учусь и по этой технике, может быть через год, хотя никто ничего не знает, как там на меня там чё-то щёлкнет в голове, но главное не остановиться на достигнутом, идти вперёд. Так вот я ещё расскажу, высокая нота требует вашей бдительности как певца, как разговорчивого певца, говорящего, не обращающего внимания на тональность и сохраняющего внимание на речевой позиции, где вы говорите эти фразы отчётливо, а оперное пение, это вообще, это практически откинутая челюсть и очень чёткое произношение каждого звука, потому что это важно. Опять расскажу вам это моё слово. Это так. Тут, понимаете, такая вот история, чтобы спеть, например, джаз, нужно понимать, что это музыка рождённая, совершенно противоположная нам нация. Она изначально открыта, она интенация с музыкой внутри себя, и они все нараспашку, и если звучит музыка рядом с афроамериканцем, обязательно начнёт пританцовывать плечом, тут же прихлёстывать, тут же припевать и так далее. Поэтому, чтобы спеть хорошо джаз, нужно немного перевоплотиться в эту личность, у которой вы берёте эту песню. Например, если я хочу спеть Нину Симон, или я хочу спеть ту же Элу Фиджеральд, я должна понять, боже мой, если она поёт «Халлилуйя! Халлилуйя!» и она обращается туда, я сразу представляю, почему у себя баптистов, которые стоят там, хлопают в ладоши, и все подпевают. Я не пою, я говорю в характере персонажа, за которого я это исполняю. Из рок-н-ролл мне нравится, очень милая с Пресли, который смиксовал и рок-музыку, и джаз, и блюз. У него такой микс, это какой белый какой-то такой вот вулкан тоже, который поначалу, он просто не может стоять на месте с него. Всё это, и поэтому, если я переоплощаюсь немножко в него и понимаю, как это у него, он же уже внутри меня, Элвис начинает жить. You know can be fine sitting around If you can come around At least, please, telephone Don't be cruel To do your heart, that's true Baby, if I met you, man For something I might have said Please, let's forget the past The future looks brighter here Don't be cruel To do your heart, that's true I don't want no other love Baby, it's just you I'm thinking of У меня просто внутри начинает жить Элвис. Я за ним пою внутри, повторяю, если это Нина Симон, которая поет Black, например, Is the color of my true love's hair. Я переделал, потому что True love's color of my love's hair это white, и поэтому я вставлю туда White White is the color You're a spirit Of my true love's hair His face So soft and wide respect The purest eyes In the strongest hands I love the ground I love the ground I love the ground I'm wasting Я прям вижу Ночь, какая-то луна, и она встает Любимый ее почему-то уже спит Она вся вот в этих переживаниях И так далее Если я говорю какую-нибудь романтичную песню Например, певица Адель И называется она When the rain is blowing in your face When the rain is blowing in your face And the whole world is on your face Я ее представляю I could offer you a warm embrace Как она к нему обречается To make you feel my love When evening shadows and the stars appear And there is no one here to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love И так далее О чем я хочу вам сейчас этим своим выступлением сказать Что обязательно необходимо перераспределение энергии Потому что если вы уже почувствовали Где же вы поете Где это произношение На простых каких-то На простых каких-то песнях И дальше у вас пойдет изучение композиции То переживите вместе С этой певцом, этой певицей То состояние, из которого они это поют Немножко перекопируйте Переобезьянничайте, что ли Но иногда она сложится Помимо вас Когда вы переживаете Вроде как много играете В роли того певца За кем вы поете Того настроения, которое он проецирует Как бы включаете его внутреннюю запись Внутри себя Вы его слушаете В мозг он просто укладывает все по полочкам И через какое-то время У вас создается база данных Вашего собственного звучания И в какой-то момент Вы отрешитесь от всего У вас звучит какая-то композиция внутри Но вы споете ее В собственной манере И это уже будет Ваше собственное творчество Потому что ему очень важно От чего-нибудь оттолкнуться Вот В домашних условиях Я уверена, что вы можете это сделать Потому что Тут вы без стеснения можете играть Сами с собой Использовать зеркало Снимать себя на камеру Видеть свои ошибки Слышать, как вы зажимаетесь Если вы не зажимаетесь И в конце концов Он все говорит Парень Девушка Мой дорогой друг Расслабься Все хорошо Ну Никому-то не понравится Ну что теперь сделаешь Но кому-то понравится Главное, чтобы тебе нравилось Главное, чтобы нравилось Этот процесс вам Что вы Вылезали из коробочки На свет Как Многогранное растение Вот Это уже Настоящее творчество Потому что Попробуйте, знаете Пережить Лезть немножко в кур Великих певцов И вы поймете Что это не так сложно И вы не поймете Что это не так просто Взять за ним и повторить Да Давайте еще раз Перечислим Перечислим важные моменты В этой технике Первое Позволить себе ошибаться Позволить себе петь некрасиво Позволить своим звукам Пока выходить Никакущими Позволить себе фальшивить Позволить дать себе время Быть учеником Вот Вторая важная часть Снять оценки Какие-либо С себя И с окружающих Перестать вообще Особенно думать о себе Как о каком-то Пуповой земли Или каком-то таланте Всем И талантливые И Любой может Нас обскакать Благодаря Просто Легкости В исполнении И Душевности Которых В принципе Нам сейчас Всем очень не хватает Потому что Очень много звезд И очень мало И очень мало Тех Кому реально Интересно Спеть Для людей Хорошо И сделать их Жизнь Блин Лучше Я так считаю Вот Поэтому Если я не права Закидайте мне помидорами Не кидайте мне пожалуйста Неких помидор Давайте дружите Старайтесь Старайтесь Сделать так Чтобы Ваша Оценка о себе Какими бы вы талантами Не обладали Была на последнем месте А на первом месте Было бы желание Поделиться Своим творчеством Когда вы начнете Слышать Песни Внутри себя Когда вы захотите Рассказать Когда вы захотите В нее вложить То О чем она Говорит Когда вы захотите Передать Это тому Кто будет это слушать Ваша Песня Станет На новый уровень Пусть вы даже будете Радовать своих Родных и близких Потому что Конечно Не все могут Стать звездами И Не нужно туда Стремиться Если вам это Если вам это написано На роду То Так случится Что вы им станете Поэтому Освободите Свою душу Своё сознание Свою мысль Для свободы Самовыражения Потому что Даже если у вас Не получится Достичь Каких-то высоких Постов Пожелаемых Вы просто С наслаждением Проведете Отведенное вам Жизненное время В плане того Что вы просто будете Учиться И дарить Людям радость Вот Это Вторая Очень важная Вещь По поводу Позиции Душевной Подоплёки В пении И Третья Важная Часть Это Это Подражание Это Игра Это Перевоплощение В роли Конечно По началу Занятий Вы будете Ограничены Тем набором Нот Которые Есть в вашем Регистре В вашем музыкальном Инструменте Даны вам при рождении Ничего страшного Через какое-то время Вы сможете Петь лучше И больше Но пока Выбирайте Более-менее Комфортную песню Для вашего голоса Начните С Более простых Проговариваний Потому что Тут очень важно Как быстро Вы закрепите Этот самый Необходимый навык В виде речевой Позиции пения Открытого Произношения Звука И так Расслабленной Челюсти Хорошего Произношения Звуков Потому что Это очень важно Как вы говорите Согласный Гласный Насколько вы Не глотаете Звуки Это Также Играет вам На руку В вашем Вокальном Произношении Конечно же Скачайте Минусовку Композиции Периодически Пойте Под эту Минусовку Записывайте Себя На видео Пойте Перед Зеркалом Как можно Чаще Потому что Тогда вы будете Видеть Запрокидываете Либо голову Зажимаете Либо зубы Насколько Легка У вас Челюсть Насколько Четко Вы произносите Фразы Хочу вам Сказать Что Научить Песни Научить Петь Одна из Самых Неблагородных Профессий Потому что Практически Это невозможно Ибо Никто Вам не может Наглядно Показать Где Строится Звук Во рту Поэтому Именно Включая Осознанность А я свою методику Я называю Осознанное Речевое Пение Именно Включая Подобную Осознанность Вы можете Научить Себя Произносить Правильно Звуки Потому что Все Что вам Нужно Ну Не все Конечно Но Многое Что вам Понадобится Для того Чтобы Хорошо Звучать Я Делюсь С вами В этом Видеоролике В этом Семинаре О том Как петь Красиво И Еще Один Совет По этой Методике Пожалуйста Никому Не показывайте Своих Результатов Покуда В вашей Внутренней Музыкальной Копилочке Не накопится Семь Хороших Уже Спетых По вашему Мнению Произведений Здраво Оценивайте Свои Возможности Когда Вы сможете Включаться Включаться В ваше Понятное Вам Произведение Когда Вы Накопите Уже Одну Удавшуюся По вашему Мнению Произведение Когда Вы Себе Понравитесь На Записи Когда Вы Понравитесь Себе На Видео У вас Там Раз И Щелкнет Что-то И Следующее Произведение Вам Дастся Еще Легче А Потом Еще Легче А Потом Когда У вас Будет Их Семь Вы Уже Свободнее И Душевнее Споете Эти Семь Прекрасных Композиций Тому Кому Вы Захотите Это И Всполнить И Доставите И Себе Удовольствие Потому Что На Первой Песне Вы Еще Будете Переживать Так Мы Устроены Что Редко Кто Лишен Подспудного Тремора По Поводу Того Что Кто И Песня Наберите А Потом Сделайте Мини Концерт Хотелось Еще Отметить Что Душевная Фальшь Она Слышится Сразу Если Вы Поете О Любви И Вы Не Подразумеваете Ее То Песня Она Такая Наигранная Играет Все Играет Лицо Играет Тело Играет Глаз Но Душа В Этой Песне Не И И Опустошены Оба И Песня И Певет То Есть Чем Больше Мы Понимаем Смысл Музыки Слова Чем Лучше Мы Соединяем Это Все Вместе Чем Чище Наше Произведение Сыгранное На этом Музыкальном Инструменте Соединенном Не только Физически Но еще И Духовно Со Всем Вашим Существом Потому Прошу Вас Выбирайте Хорошие Песни Мне кажется Что мы Не можем Закрывать Глаза На то Что мы Сделаны Из Мысли И Слова И Постоянно Повторяющаяся Формулировка Так или иначе Она Влияет На нашу Оболочку Если Мы Поем Какие-то Песни С не Очень Хорошими Словами С мыслом С не Позитивным Если Женщина Постоянно Поет О каком-то Расставании С кем-то Со своим Любимым Если Она Постоянно Страдает Мужчина Нехорошая Вот То Часто Это Можно Этим Можно Объяснить Нехорошие Сценарии Личностные У этих У этих Персонажей Может быть Это Конечно Исключение Из правил О чем Я говорю Но Я Вижу Подтверждение Знаете Из такое Выражение О чем Поешь Так и Живешь Поэтому Пойте Чаще Хорошие Позитивные Песни Где Больше Восхваляется Любовь И дружба И честность И искренность Какой-то Задор Можно Что-то Похулиганить Иногда И как-то Но Чтобы это Было Меньше В вашем Репертуаре Больше Что-то Такое Позитивное Конечно Может быть Не каждому Нужно То О чем Я говорю Но Я обязана Об этом Сказать Потому что Это Мой Семинар И я Здесь Раскрываю Все тайны Хорошего Пения Когда Осознанно Я применила Все техники И сложила И в самом Главном Духовном Посыле Того Что я Исполняю У меня Так это Сработало Все Как-то В совокупности И Возможно Это Также Сработает И у вас Как часто Заниматься По этой Методике Занимайтесь Как можно Чаще Тем более Что эту Методику Можно разделить На разные Ипостаси Первый раз Когда вы Только знакомитесь С композицией И я напоминаю Даже если вы Ее знаете Вы Записываете Заново И вы Знакомитесь И ставите Тогда Свои крючки В эту Замечательную Музыкальную Тетрадь Которую Вы заведете Под свои Любимые Песни Когда Вы уже В тишине Вот В таком Проникновении В композицию Вы уж так Поработали Тогда Следующий Этап Вы можете Уже Где угодно Его делать Это Снова И снова Изучение Этого Материала Где угодно Вы можете В транспорте Ехать В машине Можете Уже повторять Но Не перекрикивать А пока Прошептывать Этот текст Вставя Еще Такие Свои Свои Галочки На каждых Звуках Вот Тем самым Вы будете Все лучше Тем самым Вы быстрее Эту композицию Запишите Себе На подкорку Конечно Распевочными Моментами Разминочными Всякими Моментами Они не такие Громкие Их можно Делать Хоть каждый День Это даже Хорошо Скажется На вашу Дикцию Потому что Хорошо Вести Красивую Певучую Чистую Речь И Просто Элементарно В обиход Вашей жизни Говорите Или вы С ребенком Или с мужем Или с женой Или с коллегами Старайтесь Украшать Речь Делайте Ее Поэтичной Делайте Ее музыкальной Конечно Не нужно Петь Каждое Слово Но Уважая Свою Речь Уважая Свои Звуки Разрабатывая Свой Речевой Аппарат Вы придете К тому Что и ваш Культурный Внутренний Образовательный Мир Станет Чище А соответственно Тем самым Вы будете Каждый День Закладывать Сознание Людей С вами Общающихся Чистый Звук И не важно Что вы будете В этот момент Просто разговаривать Вы уже Этим Звучанием Будете Приятны Будете Создавать В людях Что-то Очень Позитивное Чего нам Сейчас В нашем мире Очень Не хватает Уважайте Речь И тогда Вы звучать Будете В своих Песнях Сто Крат Лучше Поэтому Даже В обиход Водите Можете Каждый день Заниматься Речевой Гимнастикой Развивать Разминать Язык Разминать Губы Щеки Проговаривать В разных Канальностях Скороговорки Это только Сыграет Вам На руку И ускорит Желаемые Результаты И В дальнейшем Вот это Занятие С вашим Распевом Под минусовку И под Исполнителя Также Должна Быть Разминка А потом Вы будете Петь Это очень Важно Потому что Без Разминки Вы будете Звучать Не так Хорошо Представьте Что Вашим Связком Это Маленькие Мышцы Дадут Большую Нагрузку И они Не поднимут И будут звучать Очень некрасиво И даже Могут Повредиться Поэтому Для начала Надо разогреть Как вы разогреваете Тело Перед тяжелой Работой Пение Это тяжелая Работа А романтическое Пение Еще более Тяжелая Работа Потому что Пение Красивым Шепотом Намного Сложнее Чем А ранее Во все Горло Так вот Устроены Связки Они напрягаются Много Больше При шептании Такие Небольшие Анатомические Дополнения Чтобы вы Больше Знали О себе О своем Музыкальном Аппарате Под названием Тело Голос И Слух Хочется Коснуться Одной Волшебной Палочке Которая Помогает Нам В Правильном Звучании Это Мысль Как Устроены Наши Мысли Это Очень Хорошо Видно В йоге Вот Такой Приведу Пример Когда Например Когда Занимаешь Ту или иную Позицию В йоге Требующую Баланса Если Ты Допускаешь Мысль О том Что ты Будешь Стоять Неровно То Тело Начинает Терять Баланс И так Или иначе Если мысль Часта И часто Попадает Вам В сознание И вы Боитесь Упасть Вы Падаете А вот Если Вы Занимая Позу Баланса Фотографируете Себя В голове И Представляете Себя Статичным Вот Сколько Вы будете Представлять Себя Статичным Сколько Вы будете Держать Эту Асану И Держать Одновременно Эту фотографию В пространстве О том Что Вы Зафиксированы Столько Вы будете Стоять В этой Статичной Позе Ну Конечно Если Вам Не мешают Какие-то Внешние Факторы Но Лично От вас Зависящее Это Направлять Мысль В одну Точку То То же Самое Касается Пения Если Вы Во время Исполнения Думаете О том Что Вы ошибетесь Что-то У вас Не Получится Кто-то О вас Там Думает А вдруг Вас Еще Оценит А вдруг Там Еще То А еще Все А вот Картошка Вот Капуста Не Знаю Что Вы Там Думаете Когда Поете Волнуетесь Вы Переживаете Что Вы Что-то Не Сделаете Представляете Как Где Ваша Мысль Витает Вместо Того Чтобы Помогать Природной Функции Производить Звук Вместо Того Чтобы Помогать Душевной Функции Наполнять Звук Этой Посылкой К Слушателю Поэтому Настоятельно Рекомендую Воспользоваться Этой Дополнительной Волшебной Палочкой Мыслью И Насыщать Ваше Звуковое Послание Чистотой Мыслительного Процесса Думая О том Что Вы Делаете Когда Вы настроите Все свои Возможности Когда У вас Запишутся Песни Чистенько В голове Когда У вас Возводите Тему Подражания Когда Вы Полюбите Все эти Сгласные Согласные Когда Вы Научитесь Открывать Рот Когда Вы Научитесь Посылать Звук Когда Вы Подружитесь Со Всеми Этими Пункциями Потому Что Это Много Разных Разных Функций Пение Требует В себе Много Чего Подключить Из разных Уголочков Мозга Чтобы Все Срослось И Запелось Поэтому Почему Еще Нужно Какое-то Время Позволить Себе Ошибаться И звучать Некрасиво Именно Исключительно Поэтому Чтобы Навык Ваш Уметь Звучать Он Был Максимально Расслабленно И Вы Уже Состав Внутренней Возможности Звучали Наслаждались Я иногда Просто Закрываю Глаза И Уношусь Вот В это Воспроизведение Слушаю Где-нибудь Там Для себя Например Рэлла Фиджеральда И Начинаю Петь За ней И Для меня Мир Перестает Существовать Есть только Я И Она И Вот Этот Дрожь И Наслаждение От возможностей Хоть немного Приблизиться К каким-то Вот Таким Вот Таким Вот Способностям Я Очень рада Если у Кого-то Есть такая Способность От Рождения Тем Не Менее Для тех Кто хочет Петь Это Мое Обращение Эти Все Правила Эти Все Палочки Вручалочки Они Действительно Работают И Вы Сможете Однажды Зазвучать Зазвучать Согласно Тому Представлению Даже Лучше Как бы У вас В голове Что-нибудь Какой-то Образ Такой Складывается Что Еще Хочется Сказать В этом Своем Послании К вам Если Вы Чувствуете Что Вы Устали Вот Я Сейчас Немного Осипла Осипла Исключительно Из-за Того Что Недавно Перенесла Заболевания Рота Горла Носа И до сих пор Еще От него Не отправилась А времени У меня Свободного Не так много Чтобы записать Это обращение Поэтому Записываю Сейчас В том виде Какая Я есть Но Настоятельно Рекомендую Вам Такие моменты Если вы Чувствуете Что у вас Что-то Произошло Что вы Как-то Натрудили Своё Горло Лучше Замолчить Лучше Послушайте Песни Лучше Попейте Тёплой Воды Вещи Которые Как считается Мешают Хорошему Звучанию Это Холодные Напитки Кофе Семечки Что там Ещё Что-то Ещё Оно И женщинам Нельзя Петь Во время Менструации Первый Второй Третий День Под запретом Потому Что Наш Организм Направляет Все силы На восстановление И берёт От связок Ваши возможности Вот Такие Рекомендации По поводу Вокала Дерзайте Не бойтесь Пойте Ищите Разные 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 Песни Может быть Вы И не думали О себе Как О фольклорном Например Исполнителе А как-нибудь Запев Русскую народную песню Вы увидели Что Всё у вас Развернулось Свернулось И Оказывается И Пробуйте себя В разных В разных направлениях Вот Если вам Например Найдется Даже шансон Тот же самый Не останавливайтесь Только на русских Исполнителях Посмотрите Великолепные Шансонье Французских Например Певцов Кубинских Может быть Они такие есть Итальянских И так далее Мир музыки Очень обширен Ищите Разрывайтесь Не бойтесь Ошибайтесь Снова Вставайте Снова Пойте Радуйтесь И радуйте Это Чудесное Занятие Вокалу И я Ставлю Ее На одну Ступень С глубокой Медитацией Потому что В момент Воспроизведения Когда у вас Все сложится И когда Отпустятся Все эти ваши Зажимы Вы скажете себе Господи Ну что же я так зажат Ну чего я от себя Так требую Я же просто хочу Зазвучать Я же просто хочу Исполнить эту песню У вас все У вас все Раскроется И вы Зазвучите Вот прям Всем своим Этим Музыкальным Инструментом А после Окончания Песни Откроете Глаза И поймете Что у вас Что-то Произошло Новый Навык Случился И вы Стали Счастливее Потому что Так именно Себя чувствуешь Как будто Так вот На подъем Весело На подъем Вот Благодарю вас За внимание Надеюсь Все очень понятно Очень доходчиво Я объяснила Например Все показала Пробуйте Но не усердствуйте Если вы чувствуете В себе зажим Что прям Вот прям зажались Лучше Отдохните Попейте воды Подвигайте плечами Выдохните Пару раз Себя Стрясите Это все Случите себе По щекам Скажет Так Все в порядке Нет ничего В этом Такого важного Снимите Важность Этой оценки Оценку Этой важности Вот Делайте все Легко И свободно Я хочу Закончить Свой семинар На тему Осознанного Речевого пения Своей Одной из самых Любимых песен На данный момент Песня Every time We say goodbye Пока я буду ее петь Она будет звучать Внутри меня Но уже сейчас Я имею смелость Преобразить ее И украсить Своими Какими-то Звуками Every time We say goodbye I die a little Every time We say goodbye I wonder why A little Why the God above me Who must be in the know Think so little Think so little Of me They allow you To grow When you need There's such an air Of spring About it I can hear a lot Some way Begin to sing About it There's no love Some find None But how strange They change They change From measure To mine Every time Every time One man Or at home Every time Every time Every time We say goodbye When you need There's such an air Of spring About it I can hear a lot Some way Begin to sing About it There's no love There's no love Some find There's no love But how strange There's no love The change From measure To mine Every time We say goodbye Пойте прекрасные произведения Это развивает нас как личности Умение привить к себе новый навык делает нас наполненнее, мудрее, чище и просветленнее Нам очень этого не хватает в наше время Давайте петь семьями Давайте петь друзьями Давайте петь все вместе Давайте учиться друг у друга Передавать навык Если я сегодня смогла вам передать свое настроение Если я смогла вам сегодня передать эти знания Я буду очень рада, если они пригодятся И вы запоете прекрасные песни Эта техника работает И вы можете ей пользоваться дома И вы можете развиваться вот так вот И это можно совмещать и с вокальными занятиями Самое главное Чтобы вы подружились с собой И нашли вот эту вот ступеньку Где вам зазвучать Я вас сердечно обнимаю Желаю вам самых лучших успехов Прекрасных композиций Прекрасных звучаний Пишите Как вам понравилась эта техника Как вы ее для себя нашли Как попробовали Как зазвучали Всего вам самого доброго Самого хорошего И до новых встреч На моих каналах Буду вам постоянно Какие-нибудь развивающие передачи записывать Не только по поводу вокала Но еще по поводу умения двигаться И по поводу йоги Саморазвития Подписывайтесь на мой канал Смотрите его Надеюсь, что Идущее вам по душе Всего вам доброго До свидания Продолжение следует...